Здравствуйте, меня зовут Абанина Дарья, я художник-монументалист. Сегодня представляю вам свой выставочный проект, который называется «Вне формата». На выставке представлена графика и живопись. Когда-то я задалась вопросом, почему живопись должна быть живописной, а графика графичной. Когда мы слышим слово «графика», мы думаем и представляем что-то черно-белое, нарисованное карандашом, например, или мягким материалом. А почему живопись не может быть графичной, а графика живописной? Именно в этом формате я делала этот выставочный проект. На выставке представлено несколько серий. Это портреты неформатных людей, место, эксперименты над личностью, всадники и сама виновата. Я подумала, что единственный человек, который не обидится, особенно если это женщина, то, как экспериментируют с его портретом, это будут я. Поэтому родилась серия экспериментов над личностью. Это автопортреты. Здесь нарушается полностью композиция стандартная для классической живописи. Здесь используются дополнительные декоративные приемы, смешанная техника. Используется несколько видов материала. Следующая серия – это место. У всех у нас есть любимые места, есть рабочие места, есть такой формат, как третье место. Всем нам интересно или неинтересно находиться в каком-то из мест. Для меня любимое место – это то, где я нахожусь. Как художник не могу обойти тематику портрета. Я люблю людей. Мне нравятся эти самые люди. Они меня окружают, мы все социальные существа. И эти портреты для меня не то, что передает конкретный облик человека, а то, что раскрывает его с внутренней стороны. Идея неформатного портрета пришла, потому что у меня много друзей, которые не вписываются в какой-либо формат. У них есть только вектор. Они, например, режиссеры, очень хорошие друзья, матери, родители, замечательные работники, великолепные люди, которые живут не так, как все остальные, которые выделяются, которых я вижу совсем иначе. Графика в моем творчестве занимает очень большую нишу. Я люблю эту технику за ее непредсказуемость, за ее неповторимость. Нельзя сделать одно и то же дважды именно с тушью. И поэтому здесь большое поле для экспериментов. Мне это очень сильно нравится, и я надеюсь, что вы тоже это оцените. Вторая серия — это «Сама виновата». Фактически это психологическое исследование главной героиней этой серии становится женщина. Когда мы грустим, злимся, мы предполагаем, что виной всему мы сами. И нам очень часто об этом говорят окружающие. Как раз здесь я хотела показать, насколько важным становится образ главной героини, то есть женщины, и насколько разным он может быть. Музыка Художники вообще не должны говорить. За них говорят их работы.